Почему Дмитрий Пожарский не стал царем после смутного времени? Он ведь имел все шансы. Род Пожарских восходит к Рюриковичам. Один из предков князя Дмитрия Андрей Стародубский командовал на Куликовом поле. В мае 1611 года Пожарский сражался с поляками на улицах Москвы и был тяжело ранен. Едва оправившись от ран, он возглавил Нижегородское ополчение. В ноябре 1612 года ополченцы штурмом взяли Китай-город. Москву освободили от захватчиков. На следующий год на земском соборе Пожарского выдвинули на царство. Но он отказался в пользу 16-летнего Михаила Романова. Избрание юноши, непричастного к смуте, примирило боярские группировки. Пожарский был уже не первым лидером, пытавшимся остановить гражданскую катастрофу. Но он стал первым, кто отказался от личных амбиций. И потому победил.